Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Россия, да не только Россия, весь мир, как говорили в советское время, всё прогрессивное человечество, отмечает важную большую дату в истории мировой, да-да, мировой литературы. 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Отмечает, конечно, вместе со всей Россией, всем миром и наша Тверь. А почему? А потому что Фёдор Михайлович имеет к нашему городу непосредственное отношение. И дело не только в том, что его книги на полках, наверное, смею предположить, у всех нас стоят, не в том, что все мы читали в школе, в университетах его произведения, а в том, что в нашем городе он ещё, оказывается, жил, да, и причём не то, что там, знаете, проездом, как вот, к примеру, многие известные писатели, поскольку Москва-Петербург, ну, проезжали через Тверь, там, ну, лошадей поменять в гостинице Гальяне или Кальоне, пообедать. Вот, нет, он именно здесь жил. И об этом мы сегодня поговорим, как он оказался в Твери, что он, собственно говоря, у нас делал, как ему наш город приглянулся, и в итоге, как вообще, насколько ему в целом понравилось Тверское его времяпрепровождение. И поговорим с гостем нашей студии. Это наш известный Тверской писатель, сатирик, журналист Евгений Новиков. Евгений, добрый день. Добрый день. А вы, дорогие телезрители, можете звонить нам по телефону 3190 и высказывать ваше мнение, что вы думаете о Фёдоре Михайловиче в целом. Читали вы книги, какие любите, знали, самое главное, нам, знаете, интересно, знали ли вы, что он жил у нас в Твери. Вот, высказывайте, пожалуйста, ваше мнение. Всё-таки Фёдор Михайлович, 200 лет, понимаете, дата обязывает. Так, Евгений, скажите, вообще, а вот как Достоевский оказался в Твери? Да, он был в ссылке, да, это на каторге. Почему в Твери? Да, Достоевский был на каторге, потом в ссылке, в Семипалатинске, а потом ему было запрещено жить в столицах в Москве или в Санкт-Петербурге. И он поселился в Твери. И жил он здесь, как вы правильно говорите, не проездом, а практически 4 месяца. Он приехал сюда 19 августа 1859 года и уехал 21 декабря 1859 года, по одним данным, а по другим данным, там, 18 или 19 декабря этого же года. То есть, практически... Сделал себе подарок на Рождество. Практически, да. Но это не он сделал подарок, это ему сделали, да, подарок, скажем так. Ну, об этом, я думаю, мы поговорим. Ну, вот, так что 4 месяца он здесь жил. А почему в Тверь именно выбрал? Да, любой город, кроме столицы. Нет, он не выбирал. Так оно и получилось. Но потом Тверь, на самом деле, была выгодна ему для места жительства, может быть, более, чем любой другой город. Потому что он, конечно, хотел жить в Москве, где жил его брат. Или в Петербурге, естественно, потому что там издательство и так далее. Общество. Два города, общество там и так далее. Но Тверь находится как раз между двух городов. И отсюда он мог каким-то образом, ну, вот, работать с рукописями. Ну, это отдельная тема. Ну, вот. И ему здесь было удобно, хотя очень некомфортно. Поэтому Достоевский... Удобно, но некомфортно. По сравнению с другими городами, да. Если бы он поселился, ну, условно говоря, гипотетически, там, в Туле, там, или еще, ему было бы еще хуже. Но он поселился здесь. Но ведь можно было поселиться, скажем, в Ковнево-Царском, в селе, в этих городках, которые под Петербургом совсем рядом. Дело в том, что он был под надзором полиции. И он не мог выбирать самостоятельно. А, вот так вот. То есть, или себя там, или еще где-то. Ну, в смысле, это было вот определено, наверное, с учетом его пожеланий. Но, тем не менее, вот так вот сложилось, что он оказался в Твери. И Тверь ему весьма не понравилась. Он писал, что Тверь хуже Семипалатинска в тысячу раз. Хотя, ну, много отрицательных отзывов о Твере он говорил. Хотя, я думаю, что на самом деле ему не понравился ни сам город как таковой. До города ему особенного дела не было. Хотя он писал, что в городе нет ни общества, ни движений, ни даже хорошей библиотеки. Не с кем общаться, не у кого лечиться. Я буду там, типа, до Петербурга терпеть, что здесь там только пачкаться, лечиться. Ему даже не нравилось, что он жил в центре, что в Трехверстах проходит железная дорога. Она за городом тогда проходила, это сейчас. То есть, вот от центра она где-то в Трехверстах, по словам Достоевского. И гудки паровозов гудят. Досаждали ему даже гудки. То есть, ему очень многое здесь не нравилось. Но, опять-таки, не надо путать сам город и впечатление от него. У него было духовное такое состояние. Оказавшись в Твери, он был еще только, не сказать, что начинающим писателем, но только еще как бы входил в литературу большую. Еще не были написаны основные его романы и так далее. И поэтому ему хотелось выйти на этот большой литературный путь. А сделать Твери это было невозможно, потому что здесь не было издательств. Здесь не было у него знакомых. Занять денег у него здесь просто было не у кого. Ему нужна была Москва или Петербург. Вот только в этих городах он мог писать книги, выпускать. Не писать, вернее, выпускать. Вот у него, например, сохранились письма брату и брату к нему. Он писал брату поправить село Степанчиково у обитателей. Он сделал правку, но он внес эту правку, отправил по почте. Кстати сказать, ему не нравилось, как работает почта. И этим опять Тверь была виновата? Да, да. Снова Тверь виновата? Да, да, да. Три дня идет письмо. Вот попробуйте сегодня отправить. Сколько интересно будет письмо идти. Это очень долго, да, ему казалось. Брат выносил. Вы знаете, как-то еще в позднее советское время я другу, ну, прикалываюсь, так развлекались, однокласснику отправил письмо на бульвар Нагина. Оно ушло семь дней. А вот Достоевскому в Москву три дня, и это его необычайно раздражало. И брат правил села Степанчикового обитателя, он вслепую, он же не знал, он писал там поправь получше, потом еще, ну, разве так нормально работать с издательством, то есть какая-то правка нужна, а из Твери вот через брата, через еще кого-то, ну, это муки, мытарство, собственно говоря. Поэтому Тверь-то ему и не нравилась, поэтому ему хотелось в Москву или в Петербург, денег у него здесь не было. Он приехал с женой и с пасынком, и у него было 20 рублей всего. Откуда вообще у него были деньги? В принципе, если он в Семипалатинске жил, вот чем он там хлеб свой насущный? Нет, ну, его же потом... Он заслужил, насколько я помню. Да, потом же он все-таки после каторги ему присвоили младший какой-то офицерский... Ну, то есть все его деньги, это то, что он получил за службу? Ну, наверное, нет, были какие-то литературные гонорары, потому что он уже начинал публиковаться, там уже выходили его книги, и в Твери он приехал не безвестным человеком, но уже достаточно известным литератором. Но ему пришлось здесь, конечно, много трудиться. Ну, хорошо, дорогие, кстати, телезрители, вы можете, как вы видите, проголосовать. Вот, мне интересно, ваше мнение, знали ли вы вообще, что у нас в Твери жил, именно жил, а не бывал проездом, Достоевский? Голосуйте, пожалуйста, нам интересно ваше мнение. Ну, и, конечно же, звоните в телефону 3190. Евгений, ну, хорошо, давайте отмотаем, что называется, немножко назад, по понятным общим впечатлениям, хотя к этому тоже вернемся. Где он жил? Я читал разные мнения, например, того, где жил в Твери Достоевский. Да, мнения разные, где он жил. На здании бывшего Твери Нурсалбанка, а сейчас Банк Возрождения, по-моему, на Володарского Дементьева теперь, да, висит даже табличка. Здесь Пушкин останавливался, да, и Достоевский. Пару лет назад, по-моему, открывали эту табличку, или три, может, года назад, что-то такое. Да, 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 вот табличка висит, поэтому все считают, что там он жил. На самом деле, там он жил только вначале. Когда только приехал. Он только приехал, и он написал, что очень дорого, гостиницы были дорогие, и гостиница эта Гальяне. Кстати, вот это само здание, там сам Гальяне жил, и семья, и где там другие номера были, ну, сказать, достаточно сложно. И если он жил вот в этой гостинице Гальяне, где висит табличка, ну, может быть, день или два, он сразу же стал искать жилье. И, слава богу, он нашел, он нашел трехкомнатную квартиру. Именно квартиру. И это были достаточно, ну, серьезные деньги по тем временам. Где именно, я думаю, не знает никто. Этот вопрос ждут и следователи, его знаете. Мы вернемся к этому вопросу сразу после рекламы. Буквально три минуты, дорогие телезрители, не переключайтесь. Реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы сегодня посвящаем наш прямой эфир Федору Михайловичу Достоевскому, которому 200 лет со дня его рождения. И к Тверюнамеет прямое отношение, и у нас, об этом мы говорим с нашим гостем, это Евгений Новиков, тверской писатель, журналист и сатирик Евгений. Все-таки, возвращаясь к тому, где он жил, почему, то есть до конца непонятно. Что здесь такого? Он приехал и поселился, достоверно известно, в гостинице «Гальяне» итальянца, которая основалась здесь, там вот гостиницу. Но для него была цена за гостиницу неповердно велика, потому что он приехал с женой, с пасынкой. Ну это да, да, понятно. 20 рублей в кармане, и он сразу же стал искать комнаты себе. Как мы говорили, нашел... Да, и нашел комнату. У меня квартира, мне непонятно, это был некий каменный дом на предмет того, что вот на набережной Разина. Или это был, ну, деревянный, двухэтажный, или там одноэтажный дом, вот какие мы знаем, в Затмаче, в Затвериче и так далее. Из его писем, самого Достоевского, известно, что он жил недалеко от почтамта. То есть, в принципе... Для тех, кто не знает, давайте напомним, где почтамта находился. Ну, советская вот площадь бывшая Михаила Тверского, а почтамт находился... Ну, там и находилось это все. И, короче говоря, он жил недалеко. Но где именно, может быть, в сторону Трехсвятской, например, в торговых рядов, может быть, в эту сторону, может быть, он жил вот как раз в доме, который стоял вот на месте этой студии, где мы находимся. Во всяком случае, непременно Достоевский вот ходил по этому месту когда-то, где мы сейчас сидим. У Гальяне, кроме гостиницы, были различные там дома, ну, которые он сдавал в наем. И целый квартал... Квартал или квартал? Квартал. Да, вот от гостиницы Гальяне до... Твери универсал банка, да, до улицы, которая сейчас называется... Крылова. Такого щедрина. И вот он... То есть, гостиница Гальяне никак, мы все думаем, только вот этот каменный двухэтажный дом. Это был, по сути, целый квартал такой. Нет, это... Конгломерат домов. Были там, как они называются, доходные, может быть, дома. Сама гостиница, вот где вот Гальяне, каменное здание, про которое... Все знают, да. Ну, что Пушкин там сидел на подоконнике и глотал персики, как писал Лунковский, да, ну вот, и смотрел. И многие другие, и, кстати, Гоголь там был, по вспоминаниям Аксакова, под дневником Аксакова, он там грел ноги прям в печке, и лысовал ноги, обутые в сапоги, и из волчьей шкуры там сделаны, бегал там по городу тоже. Ну, это тоже отдельный разговор, да. И дальше вот эти доходные дома. И они находились, вот, в принципе, в любой могли, наверное, части города находиться. И вот где дом Ласточки, который сейчас реставрируется-то, вот там был Магодельно, а до этого вот тоже были дома. То есть он мог жить либо по улице Крылова, либо, да, по улице, вот, Пушкинской, либо вообще в другом месте. В принципе, я говорю, что он мог здесь жить, вот, вот, где-то здесь поблизости, потому что он написал только, что живет неподалеку от почтамта и в трех верстах от станции. Хорошо. Евгений, знаете, меня какой-то интересует вопрос среди тех недостатков, скажем так, Твери, который письменно в своих письмах, в записках возмущался, каменные дома. Чем ему не угодили тверские каменные дома? Мне вот так интересно, просто, я просто не могу понять. А чем ему не угодили каменные дома? Он разве их уничал? Да, тоже есть такое, да. Вот это впечатление Твери, что скучно и так далее. Ну, да, ну, я не знаю насчет, какие дома ему больше нравились, каменные или деревянные, но Тверь была в то время, конечно, деревянной, большие широкие улицы, вот, как Гоголь писал в «Мертвых душах», да, и здесь, собственно, и находилось-то после постройки какого-то там, пожара 761-го года, вот, перестройкой было и несколько каменных улиц, фактически. Это, вот, трехлучие, да, собственно, а все остальное было. Ну, еще дом купца, там, Арефьева, за Волгой, да, и еще точно можно сказать, что Достоевский не жил за Волгой, потому что, ну, там, мост был плашководный, и если бы он там жил, он бы и написал, что там, живу за Волгой. То есть, он находился, скорее всего, в центральной части города, 4 месяца. Но один раз, во всяком случае, он тайно ездил на машине, в Москву, на машине, в то время просто машиной назывался паровоз. Вот паровоз сам по себе – это машина, а с вагонами – это поезд. И он ездил не на поезде, а на машине, но, наверное, все-таки с разрешения надирающих органов, что называется. А может быть, тайно договориться сложно было ему. Паровоза – это было, ну, нечто суперсовременное по тем временам, и чтобы он тайно договорился там с директором станции, с начальником или с машинистом, это маловероятно. Видимо, он договорился, что тайно мог посетить Москву, к брату ездил, как он писал, на машине ездил. В один день туда, по-моему, поехал, и в этот же день там вечером приехал. Весь устал, извозчика взял и приехал вот к себе там. А может быть, с утра отметился в полиции, доскатался. Может быть так, но кто его тогда взял бы. Ну, кстати говоря, о полиции, а ведь интересный тоже вопрос. По идее, ведь в полицейских архивах должно быть точно зафиксировано к вопросу о том, где он жил. Я... Однозначно должно быть. Ну, а как же, если он отмечаться ходил каждый день практически. Ну, это вот, я и говорю, что это вопрос исследователь. То ли они не сохранились, эти полицейские архивы, то ли что. Но все равно он должен, по идее, известить полицейского, 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 где он в Твери изволил остановиться. Значит, где-то в архивах... Если их, конечно, в 17-м году, то... Ну да, документы вполне возможны, которые идут своего исследователя. Вот сколько я не искал, мне не удалось найти. А под надзором он был здесь все время и вел себя, как губернатор Баранов тогда был, вел себя отменно хорошо. И с этим ходатайством он обращался вместе с женой в Петербург, чтобы дали ему возможность туда выехать. Он колпотал за него, губернатор. То есть, общества здесь не было для Достоевского. А что значит, вот я тоже не могу понять. Ну, губернский город, он жил в захолустном Семипалатинске, который, я даже не знаю, что у себя представлял. Бог видит, что... Мне кажется, знаете, как город на Диком Западе. Это у нас Дикий Восток. Вот. Он приезжает в губернский город. Ну, смею предположить, но не самый плохой. Все-таки, благодаря Екатерине, то, о чем мы все знаем, город и замостили, и все-таки каменная набережная и так далее, все довольно прилично выглядело. И поэтому чем-нибудь общество не устроило. Значит, не было общества. Так нет, вот я и говорю, что ему, на мой взгляд, не то, что сам город не понравился. Он был здесь, как птица в клетке. Он рвался. В Москву у него душевное, сметенное было состояние. Он хотел в Москву или в Питер, чтобы работать, чтобы встать на широкую литературную дорогу, писать романы, зарабатывать. А здесь он не мог ничего. Он был здесь связан по рукам. Здесь не было издательств, здесь не было денег, незнакомых. И он был здесь в стесненных обстоятельствах. Вот знаете, когда сейчас есть меры пресечения дома под арестом, и для человека благополучного, он приносит еду и так далее, этот арест все равно тяжело переносится, потому что он понимает, что он не может выйти из дома. А вот денег вопрос у него нет. Ну а что же ему брат не мог пересылать денег? Что-то он пересылал и помогал. Вот Достоевский писал, что здесь магазины плохие по сравнению с московскими, как он там писал. Да, и жене, брат там, он писал. Я не цитирую, но смысл таков, что, дескать, хочется, чтобы там жена выходила бы на улицу, гуляла. Что же ей сидеть, все в комнате взаперти. Здесь шляпок нет. Не мог бы ты найти дешевую шляпку, но хорошую. Дешевую, но хорошую. И прислать мне, чтобы она была серенькая или сиреневая, без всяких там рюшечек и так далее, чтобы жена могла бы ходить. И вот пришли мне, я продам Тарантас, ну, экипаж, и тотчас с тобой рассчитаюсь. Он хотел здесь продать коляску за 40 рублей, которую он купил в Симе-Палатинске или где-то, за 120 он купил. Хотел продать за 40, а ему здесь давали только 30 рублей за нее, и он вот все торговался. Не мог продать денег у него, да, не было, приходилось ему трудиться много. Он в те времена писал брату, что он хотел бы зарабатывать 120-150 рублей в месяц. Но по нынешним временам, если так вот я прикидывал, это где-то порядка 300 тысяч. Потому что килограмм говядины стоил 40 копеек. Живую гусь полтора рубля. Средняя зарплата примерно в те времена где-то была 23 рубля. Вот он приехал в Тверь, 20 рублей у него было, зарплата была средняя 23 рубля. 11 рублей за квартиру там, собственно. Но вот так вот, 40 копеек килограмм говядины стоил. И ему хотелось вот рублей 120-150 зарабатывать. Ну, 300 тысяч, я думаю, что вот в наше время там популярные блогеры, там, ну, медийные многие личности, ну, не меньше, наверное, там зарабатывают. А он великолепный писатель был уже тогда. Ну, начинал столько его известность, но тем не менее. И поэтому это не столь фантастично, вот, такие желания зарабатывать там 120-150 рублей. Тем более больная жена на руках, там, пасынок и так далее. И он здесь очень много трудился. Вот, да. Чем он здесь занимался? Писал ли он что-нибудь здесь именно из своих ставших впоследствии знаменитыми произведениями? Он здесь правил, вот, известно, село Степанчиково и его обитатели. По-моему, нижний наскорбленный. То есть ряд произведений еще он брату писал о том, что он готовит какой-то роман, делает наброски, но хоть, чтобы он сразу сложился про некого героя. Литература веда занимается этим вопросом. Он работал над многими здесь произведениями, над какими именно, сказать сложно. Но, несомненно, то, что тверские впечатления были настолько глубокими и сильными, что спустя 10 лет вот роман Беса, один из главных, так сказать, его романов, входящие в пятикнижие, во многом отразил и тверские реалии. Но об этом мы попозже, я думаю, поговорим. Но здесь, я думаю, гуляки, которые вечером шли по улицам, наверное, видели светящееся окошко в доме, где жил Достоевский. Вот он там трудился, чувствовал он себя здесь плохо, ну, там и сердце, и другие у него там заболевания. К нему приезжал, кстати, вот насчет, где он мог жить, Яновский. Врач Яновский сказал, но спустя уже 30 лет, сказал, что Достоевский жил в том же доме, в той же гостинице, где Пушкин. То есть, вот как раз, где повешена вывеска, вот эта табличка. Но это было через 30 лет. Вот вы можете вспомнить, что 30 лет, ну, Достоевский еще не был таким там известным. Что вы говорили кому-то, где-то, куда-то приходили, когда вот целый квартал вот этих там домов в этом доме или где. И тем более, что сам Достоевский писал, что приезжал Яновский, я ходил к нему в гостиницу. То есть, Достоевский пишет о том, скорее, можно поверить Достоевскому, потому что вот он писал именно в то время брату, что ходил к Яновскому в гостиницу. А Яновский пишет, что Достоевский жил в гостинице. Ну, фактически, вот такой еще момент. И еще там момент, кстати, был такой Татлебин, который занимался вот этими вопросами, чтобы Достоевский мог переехать в жизнь в столицу. Ну, и рядом других. Он с кубертатором, полицейские какие-то там у него дела были. И он поселился в гостинице. Он тоже, по-моему, писал о том, что Достоевский к нему приходил. То есть, ну, понятно, что он приходил не из номера в номер, а приходил откуда-то. Ну, и потом Достоевский отчетливо, совершенно конкретно написал, что вот как на булавочном кончике вот мы с семьей поживаем. А Беса, ну, то есть, вы согласны тем, что Беса, я просто слышу такие мнения, что вообще списано полностью с Твери, вот, город, где происходит действие романа. Дескать, там и река, которая делит город две части, плашколотный мост и одна заречная часть, которая представляет собой, по сути, частный сектор, коим в то время и было на Шузоволжье. То есть, здесь, наоборот, камень дома и так далее. То есть, вот, вы согласны, что это, по сути, Тверь? Ну, дело, тут еще вопрос в природе творчества. Писатель, это же не фотограф, который вот там сфотографировал какой-то объект. Вот это там здание, вот это там дворец и так далее. Но вот как, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая там, да, и тут вот так было, потому что реальные впечатления, конечно же, лежат в основе любого произведения, но они обрастают разными подробностями из других мест. И Достоевский, несомненно, конечно, очень многое списал с Твери. И, действительно, там вот эта заречная сторона. А потом, я думаю, вот эти, на Спартака, где Христорождественский монастырь и где как раз находился дом архиереи, вот этот, где сейчас дворец пионеров, вот эти там пруды, там тоже жили вот рабочие там. И трехсвязки, и многое, да, ну, она поворачивала туда, а другая ее часть шла на вокзал. И многое, да, получило свое отражение в романе, потому что, ну, и следователи вот занимались этим вопросом, и много топонимических каких-то вот моментов, по которым можно судить, что вот тверские впечатления легли в основе романа. Ну, просто, чего в качестве аргумента приводится, то, что он там описывает губернанский город, а тоже, действительно, писатель ведь что-то, ну, не что-то, а очень много ведь, как правило, и, собственно, опыта пишет, а у него опыта не было проживания в других губернанских городах, поэтому в каком еще, в какой еще город мог писать? Тверь, в котором он жил, губернанский город, ну, что Семипалатинск, то, что называется заштатный городишко. Ну, Москва-Петербург, это Москва-Петербург. Ну, вообще-то Достоевский жил, я пытался даже посчитать, сколько адресов, в одном Петербурге что-то он даже место переменил жительство, там, ну, десятки, то есть у него, конечно, нет богатых впечатлений от городов, тем более вот он из Семипалатинска ехал через многие города, описывал их. Наверное, конечно, да. Но тут не только по впечатлениям улиц, там, да, вот, по топонимике, он изобразил героев, и об этом тоже реальных людей, они стали героями бесов. То есть, может быть, даже реальные тверьчане? Да, да. Тверь нашла все-таки отражение, она ему не понравилась, это мы уж поняли, но все-таки он ее так или иначе увековечил в своих произведениях, в частности, в «Бесах». Хорошо, ну, я считаю, это, на самом деле, круто для нашего города, потому что, опять-таки, всем известно, как все наши тверские историки, краеведы любят разглядывать в город Глупов. Действительно, вот это Тверь, это Тверь, это Тверь, это Тверь. Хотя, когда город Глупов, а тут все-таки губернский город там выйдет вполне нормальный, приличный. Кстати, недавно показывали телесериал «Бес» или даже показывали, до сих пор телевизор, очень, кстати, достойная работа, вот, ну, хорошо, а все-таки я до конца не могу понять, почему ему было у нас скучно. Губернский город и свое общество, как вообще общество приняло? Ну, вот он не нашел здесь общество. Почему? Вот, и возвращаясь как раз вот к этой теме, он здесь из общества нашел только себе губернатора. Ничего себе, только. И его жену, да, только вот порядочные люди. Он брату и многим писал, великолепные люди, вот, только они, ну, в смысле, и могут составлять, ну, и они приняли, кстати, его прекрасно. Почему? Губернатором был Баранов и его жена. Нет, и вот, что вот удивительно в этой ситуации, он писал «Бесы» уже спустя 10 лет, после того, как он уехал из Твери, жил в Петербурге и так далее, но все равно Тверь нашла отражение вот и топонимическое, и всякое в «Бесах». Но самое главное, что и герои, и тверские, и тверские персонажи реально в «Бесах» отражены. В «Бесах» губернатора, если помните, и жену, у них фамилия «Лемпике». Но исследователи, это не я придумал, да, тонкие замечания сделали, что «Лемп» по-английски и по-немецки это «Баранина» и «Ягнятина». Лемп, да. Лемп. И более того, в некоторых местах Достоевский пишет, что у «Лемпке» был отчетливо бараний взгляд в этот момент и так далее. То есть, вот как раз он... Это не случайно. Да, да, да. То есть, вот он был в прекрасных отношениях с «Лемпке», с его женой, они весьма хлопотали, да, с «Бараном». А ты же, вот сразу вот у телезрителя вопрос. Если ты дошел до губернатора и с ним в хороших отношениях, то, по идее, и все общее должно быть с тобой в хороших отношениях, благоветь и общаться. Ну что, они общались чисто на троих, что ли, вот они... Он приходил в гости на троих, неужели не собирался общество, ну как же, губернатор принимает человека, с ним сам губернатор, и неужели его не могло его не принять общество-то? Общество, возможно, его каким-то образом и принимало, но я думаю, во всяком случае, в воспоминаниях его, он писал, что общества хорошего нет, там в смысле никакого движения, непорядочной библиотеки, ну, наверное, при губернаторе были какие-то люди, но он о них не сообщает. Он сообщает о том, что вот замечательный губернатор, замечательная его жена, и они действительно все силы там прилагали, писали, используя свои связи, чтобы Федор Михайлович мог бы переехать в Петербург и мог бы там творить. Вот Татлебин приезжал на имя там великого князя и так далее. Губернатор про него писал, вел себя отменно хорошо, и, возможно, вот Достоевский ездил на машине, на паровозе в Москву. Опять-таки, так сказать, полицейские чины закрыли на это глаза. То есть они, да, но в «Бесах», вот Лембке и его жена, карикатурные, в общем-то, герои, трудно сказать, каковы были отношения с губернатором и женой его, у Достоевского, потому что в «Бесах» он их отразил людьми, в общем-то, малосимпатичными, и вот многое из того разрушительного, что происходило там в жизни, в романе описывалось, что происходило это как бы по небрежению, может быть, властей и так далее, влияние ряда деструктивных людей, идей и так далее, потому что губернатор не ту позицию выбрал, не такой, там то-то, то-то. Это не прямо написано, это же не агитка, естественно. Но губернатор изображен малосимпатичным человеком. И жена такая, в смысле, ну, тоже карикатурный, в общем-то, достаточно персонаж. А то, что с губернатором, понимаешь... Почему губернатор, вот еще раз, вот хочу прямо спросить, ну, почему губернатор так хорошо принял бывшего каторжника, то есть зэка, попросту говоря, как сейчас, понимаете, приезжает зэк, и первое лицо региона в гости, вась-вась и так далее, чем его так поразил Достоевский? Ведь, тем более, естественно, он-то не знал, что Достоевский впоследствии станет звездой русской литературы, да и мировой тоже. Поэтому, почему губернатор так принял-то? Ну, во-первых, Достоевский дворянин, а не какой-то просто там неизвестный человек. Во-вторых, губернатор все-таки был знаком с его литературным творчеством, уже там, в смысле, выходили книги там, да, и он уже был, ну, известным писателем, но, ну, скажем так, еще не вышел в первой ряды там и Некрасов, и другие издатели, там, больше, там, Тургенев и так далее. Достоевский только восходил, он вышел уже на большую литературную дорогу, но не обрел еще вот ту известность, которую обрел впоследствии, но губернатор, безусловно, его знал и ценил тоже его творчество, поэтому и хлопотал. А потом отношения были в то время другие, между, ну, вот в том же дворянском обществе, если говорить, вот Островский, да, сюда приезжал, он участвовал здесь чуть позднее в экспедиции к изучению, там, Волги и так далее, ну, не суть. И вот он приезжал, он пошел к губернатору, ну, что вот узнать. И губернатор ему говорит, там, вот то-то, то-то, здесь вот только ко мне, там, обращайся, эти тебе, там, обманут, наврут, там, не верь, там, а я вот там то-то, то-то, то-то. То есть было гораздо проще, то есть можно было, ну, если ты входишь в определенный круг, ну, прийти, там, и общаться. Не град начальник, заметьте, а губернатор все-таки тоже. Ну, да, но Достоевский писатель и уже, ну, известный, там, и губернатор читал еще, он не написал, понятно, там, братья Карамазовы и так далее, но вот, но тем не менее, все-таки у него были там книги, и губернатор его знал. Тут нет ничего удивительного. Удивительно другое, что вот они приняли такое участие, но, в смысле, как по-настоящему он относился к губернатору и к его жене, сказать сложно. Ну, вряд ли, я думаю, что можно относиться плохо к человеку, который тебя принял, будучи губернатором, а потом за тебя активно хлопотал. Но, тем не менее, они изображены, вот, в губернаторе Лембке. Не знаю. Может быть, это, конечно, ну, тоже это не зеркальное. Я думаю, дело не в Баранове, да, потому что, ну, иначе, получается, Федор Михайлович не очень хороший человек, что с тебя хлопотали, тебя приняли, благодаря протекции этого человека, губернатора Баранова, ты попал, вернулся в Петербург, о чем мечтал, а ты потом его раз черной краской выводишь. Ну, вот я говорю, там неизвестно были, какие отношения, может быть, в смысле, это мы знаем надводную часть айсберга, что называется, а как на самом деле сказать сложно в дневниковых записях, во всяком случае, вот в письмах. Я не нашел каких-то доказательств, что вот какие-то были напряженные отношения. Вот он отзывался, что там, да, там губернатор замечательный. Ну, и потом, опять-таки, конечно, и в бесах это не зеркальное изображение. Да, 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 это все-таки литературное упражнение. Ну, хорошо, допустим, да, благодаря протекции губернатора нашего он добился возвращения в Петербург. А вот известно вообще, с каким чувством он жил в Твери, просто, опять-таки, по этим впечатлениям, кажется, что он, знаете, стоя на платформе железнодорожного вокзала, ожидая поезда, он плюнул в сторону города напоследок, поскольку так он просто вот все ему здесь не нравилось. Ну, дело в том, что нет, неизвестны точные даты даже, там, 21 декабря или 18-го и так далее. Как он уезжал и с какими чувствами, трудно сказать. А высочайшее было разрешение? Да, конечно. То есть за подписью самого Даранда? Да, 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 или, да, подписал там император или великий князь, то есть это, естественно, было с разрешением. И вот все время, когда он здесь жил, вот и губернаторы, и другие там люди хлопотали там за него и так далее, наконец разрешение было получено, и он, ну, я думаю, уезжал, конечно, он отсюда с радостью. Потому что не только, кстати, вот губернатор, вот, знаете, я, он хотел продать Тарантас. Я думаю, нет, я вот стал искать. Единственный источник, думаю, была газета Тверские губернские ведомости, которая была чем-то средним между нынешней какой-нибудь общественно-политической газетой, и там ярмарка, из руки в руки, и лавито, да, газета и объявлений, и в то же время там какие-то были публикации, ну, мировоучительные, или там, ну, рассказывающие о чем-то историческом, или там, ну, вот, правовые какие-то вопросы освещались, то есть такая, такая она была смешанная. Но чаще всего просто как газета объявлений. Там разные объявления, ну, например, там, что продается, навоз от коней пожарной команды, или там, какая-то земельный участок, и так далее. И я подумал, что, может быть, Достоевский давал объявление о продаже, продать свой Тарантас, да. Ну, по идее, да, что же, не хотелось по городу-то купить Тарантас, да, правильно? Ну, да, я стал искать, вот эти газеты сохранились, но не все, вот. Я стал смотреть, перелопатил достаточно большой объем, и обнаружил удивительную вещь, совершенно удивительную вещь, потому что об этом я, ну, никто и не писал, и никогда об этом этот вопрос и не поднимался. На одной странице одного из номеров я вдруг обнаружил несколько фамилий, чуть-чуть искаженных, которые встречаются потом в бесах, причем героев не второстепенных, а главных героев. Это Стобровский, там у него чуть-чуть искаженное, Гагарин, Гаганов, Шатинев, Шатов. То есть, фактически, вот, видимо, там, мне представляется достаточно, ну, большой долей вероятности, что было так, что вот скучными осенними вечерами, но для Достоевского они не были скучные, конечно, вот он трудился, и вот он читал, безусловно, вот эту газету, она единственная была, может быть, он хотел какие-то объявления, ну, практически вопросы надо было решать. И, возможно, вот он выписывал какие-то интересные фамилии ему встретившиеся для того, чтобы использовать их в дальнейшем творчестве. Это не только прием Достоевского, вот, насколько известно, там, Ильф и Петров, они любопытные фамилии записывали специально, чтобы потом употребить, ну, записную книжку. И, может быть, Достоевский это делал. Тут, может быть, нужно изучать, вот, Достоевское ведомо рукописи, потому что, ну, как может получиться случайно, что на одной, фактически, в одном номере, на одной странице, вот, там, Шетинев, там, Стабровский, там, искаженные чуть фамилии, там, Гаганов, Гагарин, оказались. Может быть, конечно, это случайность, но случайность, ну, весьма, ну, просто крайне, таких случайностей вряд ли вообще бывают. Таким образом, вот он, например, это записал, а потом употребил. И даже, вот, я говорю, Лембке, Баранов, и вот ряд героев, названные тверскими именами. Кстати, эти имена Стабровские, которые в газете, они не совсем тверские, потому что это губернские. Ну, да, 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 конечно. Может, там, например, Бежевский, я не знаю, там, Кашина, я уж точно не помню, но вот, тем не менее, это встречается, я думаю, что этот факт могли бы ученые взять, ну, как бы на заметку, потому что это далеко идущие последствия, ну, фактически, как человек, 10 лет, значит, записная книжка, это метод Достоевского, который он использовал для того, чтобы, ну, создавая свои произведения, это весьма интересная вещь, если учесть, что писал он быстро, там, ну, да, и вдруг вот такая тщательно переписал. Конечно, это, конечно, может быть и случайность, но случайность маловероятная. У нас осталось буквально несколько минут, мне хочется поговорить еще напоследок. Евгений, скажите, а на ваш взгляд, почему вот Достоевский вот в нашей топонимике Тверской как-то практически не заметен, все-таки, ну, называй вещи своими именами, это один из немногих русских писателей, который известен по всему миру, потому что, да, мы говорим Пушкина, что все, Лермонтов на втором месте и так далее, но за границей их обычный народ не знает. Спроси, ну, более-менее, ну, начит, ну, скажем так, англичан, американцы, итальянцы и так далее, они назовут вот, на мой взгляд, триаду вот. Чеков, как они говорят, Чехов, Толстой и Достоевский, или наоборот. Вот, но тем не менее. То есть писатель мирового масштаба, мировой известности, а у нас всего лишь одна улица, незначительная, взять матчи, и самое главное, вот доску, да, открыли не так давно относительно, но памятника такому мощному писателю нет, почему? Ну, это вопрос не ко мне. На ваш взгляд? Нет, я считаю, что, конечно, Достоевский, который жил здесь столько, ну, четыре месяца. Самое главное, жил, не проездом был, а жил. Конечно, памятник нужно было бы поставить, это было бы целестным, ну, это справедливо было бы, да, потому что ставят иной раз памятники и людям, которые, ну, как бы... Да у нас вообще стоит памятник непонятно кому, памятник рыбаку, памятник семье. Ну, это, да, это другая... Ну, я понимаю, но почему бы эти деньги не употребить на памятник Достоевскому? Нет, Достоевский я бы только приветствовал, если бы Достоевскому здесь стали, ну, поставили бы памятник. Вообще, на мой взгляд, Тверь – это третья литературная столица в России, не потому, что здесь вот родились литераторы, поэты, писатели, а в силу удачного географического положения. Через Тверь там ехали... Ездили все вообще. Все практически там. Пушкин здесь месяц, общая сложность там, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, практически все писатели, ну, так или иначе, они оказывались там проездом, и кто больше жил, кто здесь меньше, не говоря уж о том, что здесь там и Ложечников, Салтыков, Щедрин был вице-губернатором и родом вообще из Тверской области, из Калязинского района. Очень много и в советское время там приезжал там Мир Маяковский и Есенин. И наши уроженцы Полевой и так далее. И Полевой, и в редакцию, я, правда, еще не работал, но, тем не менее, редакция «Смены молодежной газеты», Акуджава приезжал, помню, еще в 70-е, Высоцкий здесь там выступал, то есть Тверь, вот город, где очень много было и поэтов, и писателей, и это, и тверские реалии, тверские люди, тверские виды, они как-то отразились в их творчестве, в более-менее, там, в смысле, вот Пушкин, например, там, «Мороз и солнце, день чудесный», это же, ну, в Твери все написано, и много вот произведений. Вот, кстати, здесь мы сидим, неподалеку был домик, куда Солженицын приезжал, просто мой знакомый, у него дед здесь жил, мы потом в студенческие годы приходили, Достоин, Солженицын как раз приезжал к нему, и они глава. Солженицын, мы поговорим как в другой раз, Евгений, к сожалению, время наше подошло к концу, дорогие телезрители, мы сегодня наш эфир посвятили Федору Михайловичу Достоевскому, который жил в Твери 4 месяца, да, который здесь оставил впечатление о нашем городе, не самый, может быть, лицеприятный, тем не менее, это великая личность, поэтому хочется сейчас обратиться к городским властям, когда в следующий раз к вам идея придет вам в голову, там, установить памятник, я не знаю, там, трактористу, некоему колхознику, какой-нибудь утке или рыбке, может, подумать, употребить все-таки эти деньги на памятник Федору Михайловичу Достоевскому, а может быть, все-таки меня услышат руководители банка, которые находятся в том здании гостиницы Галья, они возьмут и сами на свой счет установят памятник перед этим замечательным зданием, а почему бы и нет. Спасибо большое, Евгений, спасибо большое, уважаемые телезрители, читает Достоевский, он все-таки много чего хорошего написал, что актуально до сих пор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!